Сейчас мы с вами идем практически дорогой моего детства. Здесь все связано с моими какими-то самыми светлыми воспоминаниями. Это и цирк большой на проспект Севернадского, и театр Натальи Сац, и университет, в котором я училась, именно в этом корпусе находится исторический факультет. Десятки ролей в кино. На спектаклях с ее участием полные залы. Сегодня Ольга Кабо – одна из самых ярких и узнаваемых актрис страны. Ее путь на большую сцену начался именно в столице, на Воробьевых горах. Здесь первые еще детские роли в театре, неожиданное предложение сняться в фильме и даже подготовка к полету в космос. Какая же она? Москва Ольги Кабо. В детстве я занималась в театре юных москвичей, который до сих пор находится в Дворце пионеров на Ленинских горах. Из этого театра вышло огромное количество прекрасных деятелей искусства. Это Юнгуль Киткевич, Наталья Гундарева, Сергей Никоненко. Все мы прошли эту детскую школу искусства, где нам преподавали первые азы актерского мастерства и вообще прикосновения к актерскому труду, к актерской профессии. И вот мы встречались с моими ребятами, с которыми мы занимались в студии, около метро университет, и шли вот этой аллеей. Сейчас зима, а весной эта аллея благоухает. Здесь везде яблоневые деревья. И пока мы доходили до Дворца пионеров, все были сыты и счастливы, потому что яблоки здесь очень сладкие. Мы здесь обсуждали какие-то роли, спорили. Главное, что я вот сейчас подумала, что если бы я в свое время не прошла вот этот путь до Дворца пионеров, может быть, я бы вообще не стала артисткой, потому что именно после спектакля в Театре юных москвичей, где я играла маленькую беленькую собачку, меня увидела ассистентка-режиссер Одесской киностудии. И именно после этого спектакля меня 15-летние девочки пригласили сниматься в кино. Когда началась реконструкция Дворца пионеров, я немножко волновалась, потому что я боялась, что сделать все совершенно по-другому. Но вот когда я сегодня сюда пришла, я прямо очень счастлива. Осталась эта советская мозаика, осталась эта стелла с флагштоком, где во время праздников советских поднимался флаг, и все дети выходили на улицу. И это был действительно настоящий праздник, такой праздник единения, праздник того, что мы команда, потому что в наше время нас учили дружить, общаться, и это было очень важно. Поэтому, когда я была школьницей, мне кажется, это был третий или четвертый класс, моя мама привела меня за руку во Дворец пионеров, и мы пришли в большой-большой зал, где можно было выбрать ту палитру красок, которые интересны твоей жизни. И можно было попробовать себя в разных направлениях, что я и сделала. А сейчас мы с вами находимся, ну, для меня в главном зале Дворца пионеров. Когда я первый раз сюда пришла, по периметру зала стояли столики, и на каждом столике была табличка с названием «Кружка» или «Секция». И около каждого столика сидел человек, который рассказывал детям, что будет происходить с тобой, если ты попадешь в этот кружок. Я записалась в студию космонавтики, записалась на художественную гимнастику. У меня был в арсенале современный бальный танец, художественное слово и театр юных москвичей. Причем, я сейчас вспоминаю, в Дворце пионеров, вот в студии космонавтики, значит, у нас была спортивная секция, когда мы тренировали наш вестибулярный аппарат, мы крутились в центрифугах, надо было держаться руками за специальные держатели, ноги тоже привязывали в специальные петли, ну, и потом педагог начинал раскручивать вот эту всю систему. Когда уже педагоги понимали, что мы готовы, то уже как-то крутились совершенно по-другому, и получалось, что действительно вот ты крутишься, как в шарике, ну, как в настоящей центрифуге. Никогда я не думала, что вот моя судьба, она каким-то образом меня свяжет с космосом. Но эти связала. В 1997 году Юрий Карра собирался снимать фильм по роману Чингиза Атматова «Тавро Кассандры». И он планировал этот фильм снять на космической станции «Мир». И было огромное количество тренировочных каких-то испытательных мероприятий, когда подбирали актеров, которые не только могут сыграть, но еще и выдержат вот в этих вот сложных условиях космоса, когда организм работает совершенно по-другому, и прежде всего вестибулярный аппарат. И я прошла все испытания, и вот если мостик вот так вот провести, вот от 1997 года к моему детству, то это абсолютно все сходится и абсолютно соединяется. И сейчас мы набрались до самого интересного. Мы находимся в шестом корпусе. Это называется театральный блок. Для меня это такой детский альма-матер, потому что если бы вот не эти стены, наверное, я бы не выбрала этот путь. Кстати, вот видите, это дерево. Все самые основные такие человеческие события проходили около этого дерева. Мы здесь мирились, ссорились, мы здесь обсуждали, мы здесь жаловались друг на друга. Каждый в своем настроении, в зависимости от ситуации. А так как театр начинается с вешалки, то вот это вот гардероб, где раздевались зрители. Ну, а зрители, конечно, это и одноклассники, и друзья, но в первую очередь родители. А моя мама с папой до сих пор, вот сейчас мамочкой, всегда мои первые самые строгие критики, поэтому это такое место для меня очень, ну, такое трепетное. Я, знаете, сейчас как будто бы вот вернулась 30, 40, 50 лет назад. Здесь прямо до мурашек. Вот это вот фойе, где мы занимались фехтованием. Значит, у нас здесь были уроки сценического движения. Мы брали в руки рапиры, но и, в общем, пытались быть настоящими мушкетерами. И это тоже пригладилось мне в жизни, потому что, когда я снималась в фильме «Мушкетеры 20 лет спустя», у меня также была в руках рапира. Конечно, у меня были каскадеры, которые со мной занимались, но первые уроки я получила вот именно здесь, в этом зале. И отсюда вот как раз очень хорошо видно еще раз это дерево. Мне кажется, этому дереву очень много лет, может быть, даже десятилетия, может быть, даже вот это вековое юбилею этого дерева. Ну, знаете, когда, ну, хочется загадать желание, говорит, вот обними ствол дерева. Он был необъятный всегда, но желание мы загадывали, и они сбывались. Ну, вот этот зал «Тюма», театр юных москвичей, он совершенно не изменился. Вот здесь у нас проходили спектакли, и здесь я делала свои первые шаги на театральных подмостках. Ну, знаете, когда вот происходит такая реконструкция детства, когда можно прикоснуться, вспомнить какие-то уголочки, кирпичики, в мое сердце сразу же как бы прям вот как нахлынули какие-то воспоминания. Очень здорово, что сцену реконструировали, что сделали специальное помещение для гримерных, для хранения декораций. То есть ничего не изменилось, только стало немножечко лучше, современнее. Зал был немножко больше, было 340 мест, сейчас 280. Это сделано для того, чтобы маломобильные люди и дети могли приезжать и смотреть спектакли. Для них специальный подиум организован для того, чтобы они тоже были в гуще событий творческих и смотрели на спектакли. Для меня, конечно, каждая сцена священна, потому что я очень люблю театр. Но это особенно. Вот на этом месте происходила финальная сцена в спектакле «Завтра была война», где моя героиня прощалась с возлюбленным. И вот я так же стояла, и я помню, что здесь сколько шагов надо пройти, чтобы остановиться, потому что свет шел, я должна была попасть в луч света. Кстати, по поводу света. Недавно я была на одной из премьер в любимом мною театре Вахтангова. И Кирилл Игоревич Крок пригласил меня в свой кабинет поприветствовать. И я пришла к нему, и он говорит, «Ольга, вы помните, как мы познакомились?» Я говорю, «Кирилл Игоревич, ну, наверное, на каких-то мероприятиях театральных. Возможно, я приходила в театр, возможно, вы ко мне в театр Моссовета приходили». Говорит, «Ничего-то ты не помнишь. Ты помнишь театр юных москвичей во Дворце пионеров?» Я говорю, «Да». Он говорит, «Я работал осветителем и освещал твой талант». Конечно, хочется верить, что после Гундаревой, Никоненко, Хелькевича, Быкова, Спиваковского, Толстогановой, Кабо, здесь еще будет открыто много-много-много звезд. Для меня Москва – это город, где сбываются мечты. Мне кажется, что если верить в чудеса, то они обязательно произойдут в жизни. И этому я поверила здесь, в нашей столице. Главное – просто правильно понять, что ты хочешь в этой жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова